Монументальные видеоздымки сделали сегодня наши корреспонденты в поселке Большавик Гомельского района. От завода торфяного машинобудования в Минскую область отправился вагоноперекульвальник. До пункта призначения он будет ехать два дня. Под обязанностью у Марины Джалой. В Беларуси такие агрегаты больше никто не выпускает. Завод торфяного машинобудования выпустил третий вагоноперекульвальник. Ледозаказчику в собранном выгляде отправили у першиню. Ведовища на самой справе грандиозная. Вышиня гиганта амаль 7 метров. Шириня 5,5. Важить вагоноперекульвальник 30 тонн. У пятницу машину чекают в Солигорском районе Минской области на Старобинском торфабрикетном заводе. Отлеглость, прикладно, 300 километров. Створали машину три месяцы. Третье, эта техника самая дорога из выпущенных у опошних годов. Каштуя около 420 тысяч рублей. Выник – гонор для всего предприятия. В таком уже собранном виде вы еще не транспортировали, да? Нет, нет, нет. Это первое в истории предприятия. Это первое. Исторический момент? Да, безусловно. И вы знаете, я даже горд этим. А на Чарзе – новые заказы. По прогнозу, это будет то фабрикин завода Днепровский, но это прогноз пока. Все зависит от источника финансирования. Источник финансирования – это, конечно, инвестиционный фонд Министерства энергетики. Наша сдымочная бригада побывала и в цехах предприемства. Тут выпускают около десяти наименее у техники для сдобычи и транспортировки торфу. Зараз в упробовании проходит абсолютно новая для Беларуси машина для пожаротушения на гусеничном ходе. Ранее выпускали только наколовым. Але такая техника вязла и часто не могла доехать до места у сгорания. На колесах неудобно. Тонула, да, машина? Тонула, была топкая. А вот эту мы пробуем такую сделать на гусеничном ходу. Она более будет устойчивая. А когда вы будете на практике ее проверять? Ну, вот сейчас она отправляется на испытания. Мы тут свое делали испытание. Она прекрасно себя показала. Но это условия обычные, наши заводские. А так пойдет на торфабрикетное предприятие. Там уже посмотрим, как будет дальше. На проконце листопада экспериментальная машина повинна отправиться до заказчика. Знову же у Минскую в область. Там ее чекают на предприемстве Туршоука. Марина Джалая, Валерий Хапанько. Телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района.